И снова жалобы на уголь. В редакцию телеканала «Север» обратились жители Нижней Пёши. Нарекания на качество чёрного топлива. Как и во всех населённых пунктах, в угле попадается горная порода. Он плохо горит и искрит. Алина Ваучейская продолжит. Вот так всё. Огромные куски чёрного цвета София Мазорик называет горной породой. Жительница Нижней Пёши негодует. Купила 4,5 тонны угля. Это, между прочим, на 12 тысяч рублей. А половина твёрдого топлива оказалась бесполезной. Всё одна какая-то грязь. Вот видите, оно ничего не топится, оно ничего не горит. Да оно ещё и землёй тут всё с куском. Вот это всё глиба. Вот видите, это всё одно. Оно ничего не горит. И один кусок. Зима морозная была. Холодно было. Ну топишь, а чё толку-то? Огромные глыбы и в печь не влезают. И расколоть их не получается. Сам пенсионерка говорит, таким углем, если и затопишь печь, теплоотдачи никакой. Да ещё и стреляет и искрит. А печь в доме 80-х годов постройки, что говорится, на ладан дышит. Трескается и проседает. Денег на ремонт нет. Страшно ведь. Ну а чё делать-то? Живём. И не мы так одни живём. Вон в тех домах тоже живут. В двух-то квартирных, в этих восьмитоквартирных домах. Тут два-то этих дома-то должны. Тоже боятся печки топить. Нарекания на качество угля в этом отопительном сезоне поступают едва ли не из каждого населённого пункта. Жалобы схожи. Высокая зольность, большое содержание породы и, как следствие, плохая теплоотдача. В предыдущие, где-то года три, качество угля было отличное. Хорошая теплоотдача, практически зольности никакой не было. Вообще прекрасное качество было. И хотелось бы, чтобы в 2021 году закупили уголь именно такого качества, который был в предыдущие годы. В начале апреля глава региона Юрий Бездудный поручил провести тщательную экспертизу качества угля, доставленного в населённые пункты Ненецкого округа. Как нам сообщили в администрации Заполярного района, на сегодняшний день окончательно утверждён перечень точек забора твёрдого топлива для проверки его качества. Первый этап – Коткина и Харивер, второй этап – НЕСЬ и при необходимости – Каратайка. Алина Волчейская, Владислав Носкин, Телеканал Север.